Да, сегодня уже было три доклада, посвященных этой теме, поэтому моя задача облегчается много, и я скорее больше остановлюсь именно на фторированном ПСМИ и работе его в паре с лютециевым. Клиническая необходимость применения ПСМА уже оговорили много-много раз в трех докладах сегодня и до этого. Что же с клиническим значением ПСМА? Вот еще в 2016 году вышла такая работа, где было постулировано, что происходит изменение терапевтической тактики на разных стадиях ракопростаты, начиная от диагностики первичной опухоли в ходе лечения, последующего наблюдения, включая все разновидности и гормонорезистентные формы в том числе. И второй постулат – это смена радиотерапевтической тактики, причем любой, и внешними источниками, и тернастической парой, происходила в 50% случаев. Проста-специфический мембранный антиген – это несколько лукавин, когда говорим, потому что это глутамат карбоксипипсидаза 2, который присутствует во многих местах, о чем тоже сегодня уже говорилось. Но экстраэкспрессия почти до тысячи раз происходит при раке простаты. А что еще, может быть, самое главное, немаловажное, что ретенция при раке простаты намного выше, чем при других опухолевых заболеваниях. И препарат продолжает накапливаться, уже вымываясь из других тканей. Здесь вы видите нормальное распределение, что мы уже тоже сегодня наблюдали, конкретно 1007-го PSMA. Там, где присутствует карбоксипипсидаза, он везде садится. Что важно, что вы видите накопление в мочевом пузыре значительно меньше, чем при других легандах, что позволяет нам часто лучше видеть первичную опухоль. Этот слайд тоже уже неоднократно сегодня вы видели, надо останавливаться. Что касается разновидностей PSMA и легандов, вы видите различные имечные и фтором, и галием, и 617-й, который используется и для лечебных целей. Если приглядеться, то широко распространенный PSMA-11, он отличается от PSMA-617. И, соответственно, наверняка поведение у них будет немножко отличаться. А вот PSMA-1007, он как раз более близок к 617-му, который для терапии применяется. И, соответственно, вы видите несколько работ здесь представленных, в которых обсуждалось, что же использовать лучше. То, что уже обкатано 11-й, или вот этот новый относительно PSMA-1007. Почему метка фтором 18? Ну, во-первых, период полураспада его намного больше. Ну, не намного, в два раза больше, чем у 617. У галиева ниже энергия позитрона. Таким образом, выше пространственное разрешение при визуализации. Ну, и это циклотронное производство с очень хорошим выходом. И, учитывая период полураспада, можно его возить в сателлитные центры. Прямое сравнение двух легандов PSMA-11 и PSMA-1007, которые проводились. Вы видите, что визуализация с помощью фторированного PSMA-1007 превосходит ту, что мы видим с 617. С 11-м, извините. Он также проанализирован, как может быть применен этот PSMA. Вы видите, что примерно одинаково как для стадирования, так и для ре-стадирования. Чуть-чуть побольше при ре-стадировании. Если смотреть, насколько положительная письма визуализация, которая оценивалась от 100% случаев, вы видите, первичная опухоль действительно выявляется всегда. Почти 40% выявляемость метафтазов в лимфатические узлы. Здесь вы видите распределение по тазовым, ретроперитениальным и наддиафрагнальным. Также накопление в костях. Причем это может быть и непосредственно поражение костной ткани, а также может быть и поражение костного мозга. Здесь мы различить не можем. Ну и также эстральные лимфатические метафтазы. Для ре-стадирования вы видите, что при положительном PSMA-результате мы имеем почти 80%. А в тех случаях, когда мы не видим с помощью PSMA, всего лишь около 20%. Ну и также для ре-стадирования, насколько эффективна сама визуализация, вы видите, 30% с небольшим процентом – это ложе опухоли, рецидивы локальные, лимфатические узлы при ре-стадировании намного выше, чем при первичном. Также и кости, и вестеральные метафтазы, они примерно на том же уровне. Основы терраностики тоже об этом сегодня уже говорилось. Не буду на этом останавливаться, потому что да, мы все это используем при терраностике PSMA. И вот если опять же вернуться к формуле молекул 17 и 617, вы видите, что и активный центр, и, видите, очень и очень похожи. Распределение 17 и 617 также очень близко. Очень хорошая визуализация первичной опухоли. Это не мочевой пузырь. Я повторю, что в мочевом пузыре, за счет того, что в почечных канальцах он фиксируется немножко дольше, то поступление с мочой очень-очень небольшое. В основном его выделение идет через гепатомиллиардную систему. Ну и чтобы подытожить, структура 617 и 1007 сходно. Соответственно, захват аналогичен. Более высокая афинность и степень интерминализации по сравнению с 68 галлием, 11 пассума. Сравнимая лучевая нагрузка. Ну, поскольку оба позитронные эмиттеры, то, соответственно, где-то порядка 5,5 млзм. То, что я уже сказал, его липофильные свойства и преимущественно гепатобилиарная экскреция. Почками выводится всего лишь 2% от введенной активности. Ну и идеальные физико-химические свойства, свойства позитрона, период полураспада, также является преимуществом. Вернусь к тому слайду, на котором я останавливался в начале доклада. Изменение тактики лечения различных стадий, изменение стадии тактики радиотерапии. Можно посмотреть, насколько меняется поле облучения внешними источниками при выявлении различных лимфоузлов, которые не были верифицированы изначально, поэтому идет расширение поле облучения, увеличение дозы и отдельный буст на выявленные очаги, после чего ПСА снижается до нормальных значений. Ну и опять же о том, о чем сегодня уже говорилось, вместо фтора мы можем навесить любой терапевтический препарат, либо это лютеций, либо актиний, и, соответственно, мы имеем значительно более широкие возможности. Что можно сказать в заключение? Еще раз повторю, что ПЭТ-КТ с радиоэлегантами ПСМА является наиболее чувствительной и специфичной методикой при визуализации рака простаты, особенно в группах высокого риска и в случаях биохимических рецидиров. Доказанная значимость при выборе уже конкретной персонализованной тактики лечения по критериям доказательной медицины. Ну и еще раз повторю, что именно конкретно легант 1007 по сравнению с широко используемым 11-м имеет значительное преимущество. Это циклотронное производство, обеспечивающее высокий выход, высокие активности, лучшие физические характеристики самого изотопа, преимущественно гепатобилярная экскреция, которая обеспечивает нам лучшую визуализацию первичной опухоли, возможность транспортировки в сателлитные ПЭТ-центры за счет большого периода полураспада фтора, и стабильность радиофармапрепарата, к сожалению, 11-й он не очень стабилен, но учитывая, что короткий период полураспада галии, тут это не столь значимо. А в 1007-й он живет до 9 часов, его shelf life, и, соответственно, он достаточно стабилен, что позволяет его транспортировать на расстояние. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы к Вячеславу Юрьевичу. Вячеслав Юрьевич, тогда у меня есть вопрос. Все-таки месячный фтором ПЭСМА, он выводится все-таки с помощью мочевой или не выводится вообще абсолютно? У него более стойкая ретенция в эпителии почечных канальцев, и, соответственно, он там задерживается, не поступает в мочевой пузырь, что обеспечивает нам хорошую визуализацию малого таза. То есть для диагностики рецидива, наверное, конечно, следует проводить раннее сканирование, пока он еще не появился в мочевом пузыре. Спасибо. Еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Продолжение следует...